Привет, друзья! Знаете ли вы о том, что вас могут подслушать с помощью обыкновенной флешки? Если нет, то посмотрите и послушайте этот ролик до конца. А пока маленькая ремарка. Если вы боитесь за сохранность ваших данных и вашей тайны, то прежде всего вы должны знать, что основное подслушивающее устройство всегда с вами. Это ваш смартфон или сотовый телефон. У него есть микрофон, передатчик, батарея, и он прекрасно вас подслушивает. Поэтому, если вы вдруг хотите сохранить в тайне какую-то вашу информацию, какие-то ваши переговоры, не берите на эти переговоры ваш сотовый телефон. Вот и все. Тогда вас никто не прослушает. А так, даже сейчас, меня слышат в определенных кругах и определенных отделах. Это была ремарка. А теперь приступим к флешке. Да-да, не секрет, что многие вещи обладают микрофонным эффектом. И об этом мы сегодня особо-то говорить не будем. Да, я не буду рассказывать о том, что вас могут подслушивать с помощью вот такого, валяющегося на столе, маленького-маленького транзистора, тем более древнего. А еще вас могут подслушивать с помощью вот такой вот штуки из пьезозажигалки. Пьезиком еще ее называют, ведь она обладает очень ярко выраженным, не только микрофонным эффектом, а еще и передающими свойствами. Также вас могли бы подслушивать с помощью вот такого спиленного теристора. Да-да, увы, все эти методики требуют очень сложной подготовки, очень хитрых устройств и никому не нужны на самом деле. Потому что вы всегда с собой носите тот самый сотовый телефон, с помощью которого вас легко подслушать. Но вернемся к нашим флешкам. Итак, флешки. Что же в них такого может быть опасного и какие флешки безопасны или нет? Как сотрудник первого отдела я скажу вам, что там, где хранятся государственные тайны, ни одно из электронных устройств, ни телефоны, ни флешки, ни даже бумага, не будет использоваться ровно до тех пор, пока не пройдет специальную проверку. И иногда на такие проверки попадают и вот такие устройства, типа флешкарт. Одно из таких устройств, которое попало когда-то ко мне в руки и осталось у меня в руках, потому что не было никому нужно, я вам сейчас покажу. Это старая флешка на 250 мегабайт. Да, она выглядит монстрово, она очень старая, она очень крупная. И именно поэтому, наверное, привлекла наше внимание. Тут ничего такого сложного и страшного. Здесь стоит вот такой вот чип, это микроконтроллер, который выполняет вместе со своим микропроцессором определенные операции по считыванию и записанную в онию информации вот в эти микросхемы. Ах да, давайте покажу микросхемы. Вот, тут всего лишь одна микросхема на 250 мегабайт. Еще на этой флешке, конечно же, есть конденсаторы, стабилизаторы и даже кварцевый резонатор, который, как вы знаете, легко переделывается. А зачем переделывается? Служит на самом деле радиопередающим устройством. А вот рядышком с этой микросхемой стоит вот такое банальное устройство. Если кому-то незнакомо назначение вот этого вот с темной крышечкой полуцилиндра или таблетки, я вам подскажу, это микрофон. К сожалению, корпус этого устройства я не сохранил. Да и вообще, эта флешка подлежала утилизации и ликвидации. Взял я ее для экспериментов, чтобы проверить некоторые свои идеи относительно таких радиопередающих устройств в условиях кухонной лаборатории. Но, между тем, устройство оказывается интересное. Оно, конечно же, запрещенное. Его нельзя ввозить на территорию РФ. И, возможно, такие устройства и существуют, и продаются. Как вы понимаете, это вовсе не диктофон. Потому как тут нет ни кнопок записи, ничего. Упрятать такой микрофон можно, конечно же, вот в такие старые флешки. Правда, ими уже практически никто никогда и не пользуется. Это говорит в плюс на весь дне. И вот таким вот микрочипам, которые размещаются вот в таком тонком корпусе, в которых уже можно подслушивать разве что благодаря только микрофонному эффекту. Не более того. Микрофонов столь тонких я пока что в своих руках не держал и не наблюдал. Все-таки размеры 2х2 мм ограничивают микрофон в размерах. И из-за физики они не могут записывать достойно и качественно звук, чтобы потом передавать его в эфир или же накапливать в самом накопителе, как вот сделано в этой вот флешечке. Я не уверен, что это подслушивающее устройство реально работало. Я не уверен, что и передатчик здесь реализован. Но проверить это я смогу у себя на кухне. А если что-то получится, то обязательно вам расскажу и покажу. Но знать о том, что вас могут подслушивать с помощью даже обыкновенной флешки, вы должны. Предупрежден, значит вооружен. И еще раз напомню. Основная подслушка и прослушка всегда с вами. Это ваш телефон.